Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Последние штрихи в Новой Самаре завершают строительство школы на 1200 учеников. Храм Михаила Архангела, Покровский собор и Иверский монастырь реставрируют по федеральному проекту. Сколько денег выделят на ремонт? В России отмечают день неизвестного солдата. На площади славы возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери. 127,5 миллионов рублей получила Самара из вышестоящих бюджетов. Об этом стало известно на заседании Городской думы, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. Большую часть денег направят на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией. На что еще добавить средства узнала Лариса Шалафаст. Бюджет Самары депутаты одобрили в первом чтении. Проект главного финансового документа сформирован на три года и будет бездефицитным. Сам бюджет является социально ориентированным. То есть его составляющие образование, культура, физико-культура и спорт, социальная, она превышает 48%. И более 30% заложено на дорожное хозяйство, транспорт общественный и систему жилищно-модельного хозяйства. Также внесли изменения в бюджет этого года. Из вышестоящих источников городская казна получила 127,5 миллионов рублей. Большую часть средств направят на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией. Еще одна статья расходов – покупка помещений для детских садов. Также перераспределяются еще 126 миллионов. Средства добавят в том числе на обеспечение продуктовыми наборами школьников льготных категорий, которые находятся на дистанционном обучении. И на предоставлении с 1 декабря дополнительной витаминизации учеников начальных классов. Сегодня были учтены средства вышестоящих бюджетов. Сегодня были перераспределения внутри существующей структуры бюджета. Это связано с тем, что у нас образовалась небольшая экономия. Как небольшая? 94 почти миллиона рублей денег. Ну, в общем, это положительные новости. Бюджет у нас еще немножко увеличился. Проект бюджета пока сформирован без учета средств вышестоящих источников. Во втором чтении главный финансовый документ города депутаты рассмотрят 22 декабря. Лариса Шалафастова, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В Новой Самаре заканчивают строительство школы 68 по НАСПроекту «Жилье и городская среда». Учебные заведения должны сдать до конца этого года. Проверить площадку приехала глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее об этом Мария Левина. Строительство новой школы в Красноглинском районе вышло на финишную прямую. Яркое здание видно издалека. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории вокруг и заканчивают внутреннюю отделку. Проверить хоть работ на площадке приехала глава города Елена Лапушкина. Подрядная организация работает по установленному графику. Мы видим, уже часть помещений отдали под клининг. Отмываются, устанавливается мебель. Спортивный зал практически закончен. Остался совсем небольшой объем работы. Ну и, конечно, благоустройство. Школа получила номер 68. Уже сейчас приступили к набору педагогического состава. Это новый, динамично развивающийся район. Школа востребована. Открытие школы ждут не только родители. Очень много поступает звонков от педагогов, от будущих сотрудников школы. Поэтому школа востребована будет в данном микрорайоне. Строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Параллельно на прилегающей территории идет строительство спортивной площадки. С начала следующего года 1200 школьников из окрестных кварталов смогут занять свои учебные места. Мария Левина, Константин Головин. События. Храм Михаила Архангела, Покровский собор и Иверский монастырь реставрируют по федеральному проекту историческую память. На эти цели выделили почти 300 миллионов рублей. На каком этапе сейчас находятся работы, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Мэри Елчан также осмотрела все объекты. Храм Михаила Архангела приводят в порядок. Это объект культурного наследия и теперь его реставрируют благодаря проекту историческая память. На эти цели подрядчик потратит около 10 миллионов рублей. Здесь сейчас восстанавливают стены, своды в интерьерах и системы внутреннего электроснабжения. Церковь была построена частным лицом больше века назад. С тех пор никаких серьезных ремонтных работ здесь не проводилось. Настоятели храма своими силами восстанавливали то, что разрушалось. Нужны особое оборудование и квалификация, чтобы поменять, допустим, монолитные перекрытия. Вот монолитные клиросы, это балконы монолитные перекрытия, подвалы монолитные перекрытия. Вынесли вход из подвала немножко вот в сторону от храма и полностью его отремонтировали. В числе объектов, которые реставрируют, попал и Покровский кафедральный собор. Здесь восстановили фасад здания, установили колокольню из меди и озолотили центральный купол. Работы уже завершены, а обновленный храм открыт для прихожан. В будущем году приступят к внутренней реставрации. В данном контракте работы выполнены полностью. Если какие-то работы будут запланированы на следующий год, мы, конечно, будем участвовать. Но в этом году работы выполнены полностью, своевременно. Мы все уже выполнили, контракт закрыт. Ремонтные работы ведутся и в Иверском монастыре. Здесь обновили трапезный храм. Подрядчик отремонтировал фасад здания и сделал внутреннюю отделку интерьеров. Мы восстанавливаем и реставрируем не только культовые сооружения, не только здания и храмов. И важно отметить, что когда в программу попадают какие-то объекты религиозного назначения, то в первую очередь нас интересует, конечно же, их историко-культурная составляющая. Все эти объекты, конечно же, являются замечательными памятниками. История, культура, архитектура. Сохранить их, оставить для будущих поколений – это важнейшая задача. В целом в Самаре на сегодня реставрируется пять объектов культурного наследия. Всего в программу включены 12 зданий. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено почти 275 миллионов рублей. 20 объектов культурного наследия в Самарской области уже обрели вторую жизнь. Со следующего года в России введут НДФЛ на вклады физических лиц, а малый бизнес снова освободят от плановых проверок. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. С 1 января доходы физических лиц по вкладам или остаткам на счетах будут облагаться налогом за минусом необлагаемого процентного дохода. О новых правилах рассказали в Федеральной налоговой службе. Например, у физического лица с начала года открыт вклад на полтора миллиона рублей. Ставка по вкладу 5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Если ключевая ставка на 1 января будет 4,25%, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42,5 тысячи рублей. В результате из общей суммы дохода мы вычитаем эти цифры, умножаем на 13% и получаем около 3,5 тысяч рублей. Именно столько составит налог на доход с вклада в полтора миллиона. При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомления на уплату НДФЛ. Малый бизнес освободили от плановых проверок до конца следующего года. Но не ото всех. Какие рейды продолжатся и как сегодня в Самарском регионе выстраивается диалог предпринимателей власти и Роспотребнадзора, узнаем в следующем сюжете. По каким правилам будет жить бизнес в следующем году, если вступят в силу новые санитарные требования Роспотребнадзора? На эту тему самарские предприниматели обсудили на трехсторонней встрече с представителями власти и надзорных органов. Открытый диалог помогает приходить к компромиссу, благодаря чему регион улучшает свои позиции в индексе административного давления. Если два года назад Самарская область была на 69-м месте, то сегодня уже на 49-м. Будем смотреть, где у нас имеются еще резервы для того, чтобы облегчить в нынешних непростых условиях жизнь предпринимателям. В настоящее время Самарская область занимает хорошие позиции в рейтинге. Мы поднялись почти на 20 позиций. Но не останавливаемся на достигнутом. Помогать это по-самарски. Трехсторонние встречи – практика регулярная. Их проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В обсуждениях могут принять участие все желающие. Заседание транслируется в инстаграм-аккаунте mybiz.ru. Это, по сути, прямой контакт с властью. Раньше такого не было. Именно такие встречи, участие здесь в бизнесе, разъяснительные работы, они просто необходимы для того, чтобы потом бизнес просто себя спас от будущих проблем. На встрече обсудили возможные способы снижения административного давления на бизнес, действующие в регионе принципы контрольно-надзорной работы. На днях в правительстве России приняли решение сохранить мораторий на плановые проверки для малого бизнеса до конца 2021 года. Рейды по соблюдению санитарных правил в связи с пандемией коронавируса под запрет не попадут. На фоне низких ставок по ипотеке и нестабильности курса валют в Самаре оживился рынок недвижимости. По словам риэлторов, цены на жилье сильно выросли, и ситуация напоминает мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. В среднем риэлторы берут за свои услуги 1-2% от стоимости жилья, что составляет немалую сумму. Можно ли сэкономить на услугах посредников так, чтобы потом не было мучительно больно в нашем сюжете? Чтобы приобрести квартиру или дом, совсем не обязательно обращаться к риэлтору, говорят специалисты. Посредник потребует 1-2% от стоимости жилья. В Самаре средняя цена на квартиру около 4-5 миллионов. Значит, заплатить риэлтору придется от 40 до 100 тысяч рублей. За эти деньги он подыщет варианты и сопроводит сделку. Но риэлтор может не иметь юридического образования. А значит, гарантии, что в дальнейшем проблем с приобретенным жильем не возникнет, нет. А найденные варианты квартиры и домов вам в любом случае придется осматривать самому. Поэтому, если нет желания переплачивать, можно все сделать самостоятельно. Но чтобы избежать рисков, стоит обратиться за помощью к юристу. Он проверит документы на недвижимость, которую вы собираетесь приобрести, и составит договор купли-продажи. Юрист уже может проверить подлинность документов, проверить юридическую чистоту сделки, проверить какие-либо негативные последствия, которые могут грозить в случае неознакомления с документами и каких-то действий, которые может предпринять лицо самостоятельно. Риэлторы уверены, рисков при самостоятельной покупке квартиры или дома гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы можем заказать расширенную выписку и узнать, кто был прописан в этой квартире до того года, нет ли там сиделых, как мы говорим, как была приобретена квартира. То есть дальше вот на этом этапе возникает огромное количество юридических проблем. Сейчас очень серьезная тема возникла банкротства. Вы покупаете квартиру, вы никогда не узнаете, а может человек уже подал на банкротство, и началось это процессуальное действие, но пока есть время быстро скинуть. Поэтому я говорю, никогда не ведитесь на то, если квартира продается дешево. Если вы все же настроены совершить сделку без риэлтора и собираетесь приобрести квартиру за наличные и маткапитал, определившись с вариантом, нужно сходить в пенсионный фонд, взять справку об остатке маткапитала. Заказать ее можно через сайт госуслуг, а вот получить лично. С этой справкой, а также с продавцом и всеми документами на квартиру отправляйтесь к юристу. Он составит договор купли-продажи, после чего нужно идти к нотариусу. Только он способен прописать доли в приобретаемой недвижимости на всех членов семьи. А это непременные условия использования маткапитала. Если использовать средства материнского капитала, всегда составляется нотариальное обязательство о выделении долей. И непосредственно при использовании материнского капитала и при выплате стоимости квартиры уже нужно будет необходимо выделять доли в данном имуществе непосредственно на себя, но и на остальных членов семьи. После этого можно смело совершать сделку. Все сделают в МФЦ. Достаточно туда записаться на прием. Два часа максимум и квартира ваша. Если же вы планируете покупать жилье в ипотеку, юриста вам нанимать не надо. В банке есть свой специалист. Со всеми документами на квартиру нужно отправляться туда. В этом случае юридическая чистота сделки гарантирована, а вот бытовые условия лучше изучить самостоятельно и обязательно познакомиться с соседями по будущей квартире. Мы выступали от продавца. Рядом жил в соседней квартире благополучная семья, но был больной мальчик. И этот мальчик, ему уже был 21 год, он не разговаривал, он кричал. И голым выходил сюда. Вот приходили люди. Ну, я работаю от продавца квартиры. Я зачем буду рассказывать эти проблемы? Естественно, мы подбирали время, когда этот мальчик не кричал. Вы скажете, мы плохие риэлторы? Нет. Мы работали на своего продавца. Если вы намерены купить дом, владелец должен предоставить вам право устанавливающие документы на само строение, на земельный участок, а также договоры с ресурсоснабжающими организациями на подключение газа, света и электричества. У владельцев должна быть выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, которое подтверждает факт существования дома. А также технический паспорт помещения. Он изготавливается в бюро технической инвентаризации. Со всеми документами вам нужно обратиться к юристу, который составит договор купли-продажи, после чего записаться в МФЦ на сделку. Виктория Шарая, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Церемония в изложении цветов к вечному огню Игорь Рельеф ускорбящей матери Родине прошла на городской площади Славы. Ее посвятили Дню неизвестного солдата. Это особая памятная дата в российской истории, призванная увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. С площади Славы репортаж Ольги Павловой. Этот день в истории – черная дата на календаре, в котором нет летоисчисления. Поиск пропавших без вести героев войны ведется в Самарской области уже более 30 лет с участием лучших поисковых отрядов губернии. День неизвестного солдата в нашей стране отмечают ежегодно, 3 декабря. Более полувека назад в Александровский сад Москвы 41-го километра Ленинградского шоссе вместо кровопролитных боев был перенесен прах бойца, личность которого так и не смогли установить. А сколько еще героев, до сих пор не найдены, когда проводятся поисковые работы, сколько каждый год происходит перезахоронений наших солдат, сколько подвигов, которых мы не знаем, совершили наши солдаты в годы войны. А нам важно учить наше поколение, наших детей. Вы видите, как сильно развивается движение юн. армия. Я считаю, что это все правильно, очень горд за это. И считаю, что такие мероприятия нужно отмечать. Почтить память павших бойцов пришли ветераны, члены патриотических клубов, курсанты и будущие защитники России. Лейтенант Артем Горбачев служит в Самаре по контракту, профессию выбрал сам. Сначала окончил лицей в Саратовской области, затем военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. О своем решении служить в стране еще ни разу не пожалел. Эти ребята, конечно же, являются примером для меня, потому что я считаю, что каждый должен отдать свой долг стране, родине. И я пошел в армию именно из-за этого. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло почти полмиллиона куйбышевцев. Погиб каждый второй. Чтить память бойцов в наши дни и проявлять уважение к людям, которые встали на защиту Отечества, особенно важно, ведь каждый подвиг бессмертен. Указом президента России Владимира Путина от 17 ноября 2009 года мемориалу могилы неизвестного солдата был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. В России сегодня отмечают Международный день инвалидов. Эту дату установили, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Только в нашем регионе особенных людей более 220 тысяч. И каждому из них необходимы внимание, забота и поддержка. С этой целью в Самарской области были учреждены именные премии губернатора для людей с ограниченными возможностями. Ольга Павлова продолжит. Не так давно инвалиду третьей группы Александру Воробьеву запретили тяжелые физические нагрузки. Больше всего он любил играть в волейбол, но из-за проблем со здоровьем об этом виде спорта пришлось забыть. Я думал, чем еще заняться. Ну, вроде мячик, связанный с шариками. Мне прыгать нельзя было, двигаться сильно нельзя было. Но я подумал, в бильярд пойду играть, потому что там не так уж стильно напряженно. Там только должна быть голова, геометрия. И правильно все технические удары. Теперь у Александра Николаевича свой бильярдный клуб и много единомышленников. Людей с ограниченными возможностями здоровья. Нередко лауреат именной премии губернатора становится организатором соревнований по рыбной ловле, шашкам и дартсу. Привлекая к этому не только молодежь, но и пенсионеров. Таких, как он, в Самарской области более 220 тысяч человек. Порядка 11 тысяч люди с нарушением слуха и чуть более 5 тысяч с нарушением зрения. Все они нуждаются во внимании, поддержке и заботе. Неважно, какое физическое нарушение или сенсорная патология, психическая или умственная отсталость у человека. Они все нуждаются в заботе общества и, безусловно, в поддержке со стороны государства. В этом году именных премий губернатора удостоился 21 житель нашего региона. С 2015 года награды вручают по 7 номинациям. Одна из них учреждена для родителей, воспитывающих в семьях более двух детей-инвалидов. Из-за непростой педобстановки проводить награждение лауреатов масштабно не получается. Тем не менее, организаторы стараются уделить внимание каждому. Приглашая на награждение отдельно. Имена и премия губернатора для людей с ограниченными возможностями здоровья была учреждена в 1999 году. За это время ее лауреатами стали 386 человек. Ольга Павлова, События. В книгу о трамваях, конструктор или коньки. Совсем скоро дети с инвалидностью из промышленного района Самары начнут получать первые подарки от Деда Мороза. В комплексном центре социального обслуживания стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка чудес». Веру в волшебство может подарить каждый. Гульфия Сафина подробнее. Я пока не умею ходить, но очень стараюсь научиться. Зимой я пересаживаюсь с коляски на снегокат. Но, как и моей сестренке, хочу кататься на тюбинге. Это «Елка чудес». Здесь возможно все. Благотворительная акция «Шанс на новогоднее волшебство для детей-инвалидов». Уже шестой год она появляется здесь, в промышленном районе, при поддержке и непосредственном участии главы администрации и районных депутатов. Все, которые письма будут висеть на елке, все будут исполнены. Дети не получат так, что одни дети будут с подарками, а другие без подарков. Это же дети. Если обратить внимание на эти открытки, они действительно очень душевные. Поэтому все, кто исполняет эти желания, многие просто со слезами на глазах. Они просят здоровья маме и чего-нибудь скромного себе. Например, книгу про трамвай или игру «Морской бой». Подарить ребенку веру в чудо может каждый желающий. «Елка чудес» установлена в комплексном центре соцобслуживания населения на Кирово-242. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. В Самарской области перевыполнили годовой план по заготовке семян. Только желудей дуба чересчатого собрали около 7 тонн. Все семена пройдут экспертизу качества в лаборатории на лесосеменной станции. С процедурой ознакомилась Елена Малютина. На столе у экспертов семена растения с необычным названием – лох серебристый. Для определения их жизнеспособности и качества сотрудники лесосеменной станции проводят тщательную проверку. Виталий Савушкин для проведения экспертизы очищает около 300 семян в день. Результат получат через 15 дней. Для каждого вида семян разработан свой метод проверки качества. Какие-то мы проращиваем семена, какие-то окрашиваем, какие-то взрезываем. В данном случае мы семена взрезываем, а потом будем проращивать на аппарате. В этом году госучреждения должны заготовить около 3 тонн семян лесных растений. Сейчас только желудей дуба собрали 7 тонн. Также заготовили семена березы, клёна, сосны обыкновенной и смородины. По словам специалистов Минлесхоза, годовой план перевыполнен. Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Запуск ракеты-носителя «Союз-2» состоялся сегодня, 3 декабря, в 4 часа 14 минут по московскому времени с площадки испытательного космодрома Плесецк, боевым расчетом космических войск ВКС. Старт ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1Б с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Гонец-М» прошел в штатном режиме. Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1Б разработана и изготовлена на самарском РКЦ «Прогресс». Баскетболисты «Самары» одержали седьмую победу подряд в Российской Суперлиге. Хоккеисты ЦСКА ВВС, наоборот, вновь проиграли. Стала известна и судейская бригада, которая обслужит заключительный матч футбольных крыльев в 2020 году. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболисты «Самары» продолжили успешную беспроигрышную серию в Российской Суперлиге. Волжане еще не проигрывали в новом сезоне, а победили уже семь раз. Очередной успешный матч «Самара» провела дома против купола родники из Ижевска. Хотя в первой половине матча преимущество было у гостей. После перерыва самарцы нащупали свою игру, но соперники не сдавались. Команды поочередно выходили вперед. А в заключительной десяти минутке все предопределил рывок хозяев 10-0. Итог – 88-72. Непростая победа «Самары». Хоккеисты ЦСКА ВС продолжают неудачное сибирское турне в рамках чемпионата ВХЛ. Летчики в Красноярске проиграли местному «Соколу» 1-4. Хозяева и в первом, и во втором периодах по разу огорчили волжан, которые так и не смогли пробить голкипера соперников. Забросили шайбу ЦСКА ВС только после того, как счет стал 3-0 в пользу «Сокола». Но красноярцы сразу же ответили на это еще одним результативным действием и не дали летчикам шансов, чтобы отыграться. Заключительный матч «Крыльев-Совета» в 2020 году против красноярского «Енисея» рассудит Артем Чистяков. На поле ему будут ассистировать Яков Клепцов и Сергей Ядров. Ранний арбитр из «Азова» судил пять игр с участием «Крыльев». Три из них «Самарцы» выиграли, одну проиграли и один раз сыграли в ничью. Напомним, встреча команд пройдет на «Самара-арене» в субботу, 5 декабря, в 15 часов. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт «Самара-Гиз», подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова